Немного вам бардачка. На самом деле он убирается. Просто я думала, что мне не пригодится приправа и убрала. Такие вот приходится варить суп, потому что как-то мне тут еще полтора дня практически жить. И мне написала Лёлька из Тюмени. Сказала, что кое-что в Ярике. И так как у нас автобус ходит по будням через день. Короче, по четным числам сейчас ходит через этот день. Я сначала думала на вечернем уехать. Ну и как бы думала, что будет жарище. Лучше на вечернем, потому что вечером более прохладно. Но так как у нас со вчерашнего вечера что-то как-то слегка прохладно, а сегодня в избе было к моему просыпанию. Первый раз вообще полшестого проснулась. И думала, что 9. Но так как кое-кто вчера где-то шлялся. Ну вообще не по своей инициативе, по большей части. Вот Наташка на красном диване. Ну вообще диван зеленый, покрыт розовый, красный. Хрен я знаю, покрывашкой. Диелкам, предикам. Не вернулся только в час ночи. Я даже не стала вставать, потом закрывать. У меня там на веревочку был кольцо открыт. И в общем спал я мало. Волновался, что это где-то дурень шляется. И не собрали бы его те, из-за кого он тут шляется. Короче говоря, в общем, про дрых я ищу где-то часов до 9. То все пока вставал, то пока все. Грянуло. 16 градусов. Было 17, стало 16 градусов. И вот из-за этого я думаю, потому что у нас похолодало. И мне вчера... У нас похолодало чуть позже. У меня тетя вчера сказала, что вообще в СМС, что в городе похолодало. И я решила, что наверное завтра поеду на обедничном. Надо только вот сегодня у соседей узнать. Уточнить, потому что я забыла, поскольку он примерно идет обедничный. Я даже успею забрать посылочку из Тюмени, чтобы не ждать четверга. Почему у меня дверь открыта? Нет, я не хочу запустить мух. Кстати, что я открузила камеру? Показать вам кашку гречневую с козьим маслом, с сахаром и с молоком. Вот молоко уже, поверьте, добавлялось. Можно сказать, практически я сегодня осознала, что вот мы пшенную кашку, пшено-рисовую, это каша для подружбы. Идем с детства по большей части. Ну, можно запивать молоко, можно молоко сюда полить. И гречневую вот так же. Своего рода практически молочный суп, похлебка. Ну или типа того. В общем, вот у меня тут гречневая каша с молоком. Покупным козьим маслом подарным. На воде с сахаром. И мы приехали. Тут было 20 градусов в избе. На улице было где-то 27. На один градус больше, чем у меня в квартире до этого, когда я уезжала. И дверь мы не открывали, потому что ну как бы жара придет в дом. Вот еще жарче, нафиг надо. Ну и мухи налетят. Сейчас не то, чтобы я хочу этих мух. У меня все равно одна как-то прилетела, но уже куда-то вылетела видимо большая кота муха. Я пытаюсь это тепло теперь сюда привезти. Потому что на улице как бы теплее, чем дома. На улице где-то 19 градусов было, когда я под душик шастала. Меня вообще бабушкина младшая сестра моржом назвала видимо на вкурсе, что когда тут лето, я в прошлом году было 13 градусов, я выходила под этот душик холодный с пруда и мне было даже не холодно. А дома как-то вот зябка. Ну, в общем, как-то закалялся я. Вот кот ошивается. А у нас сосед, короче, напротив наших родственников, у него две собаки огромные, у него весело. Ему весело, и сегодня правда тихо. С утреца в 10 вечера. Утро вчера было весело, а сегодня у них тихо. В общем, может быть, они уже решили не веселиться. В общем, у них было очень весело, им было и хорошо. И он позавчера выпускал двух собак. Тут как раз куча детей было. Тиша, куда ты пошел? Нельзя сюда лазать. На это окно точно нельзя лазать. Иди на другое окно. У тебя тут еще два окна и кухонное. Тиша! Охота творишь, а? И в траву жопой не садись. Ты и так мне уже, вот, я вчера собрала, но не успела разобрать. И кое-кто тут выбирал определенную траву. В итоге я ему ее выбрала и отдельно положила на диване. Траву убрала на стол. И он эту траву хомячил. Ну, нет бы он ее так конкретно всю схомячил, когда кто-то хочет схомячить траву. Ну, или кто-то хочет, чтобы схомячить. А он так, в одном месте погрыз, в другом месте погрыз. Короче, правильно пиши, иди на то окно. Отсюда не видно, но он на том окне. Вон на том окне. Вон там. Короче, выпускал собак, и дети как бы боятся собак. Собаки, ой, они не кусаются, они такие добрые. Я думаю, ну, настолько добрые собаки. Вот, допустим, у нашего родственника есть четыре кошки и собака. И эти кошки собаку не боятся, и собака кошкам ничего не делает. А тут у этих соседей очень наглый кот есть, который годами сюда шастает, этого дурака пугает, по домам соседским шарахается. И хоть бы что, гони, не гони, ему пофиг дым. Так вот, он вчера прибежал мяу-мяу-мяу, я так поняла, что даже, ну, точнее, когда они рванули по дороге, он зашевелился и спрятался. Даже этот наглый, бесстрашный кот боится этих добреньких милых собачек. Ну, и тот рванул в сторону, в другую, хрен знает куда, а эти добренькие милые собачки рыскали в поисках какой-нибудь кошатины. Короче, вот такие дела. День четвертый. Что-то я в этот раз нисколько делаю, сколько почти ничего не делаю. Ну, не считая, как приготовить поесть. Я, между, не порисовать, не это. Собиралась не особо покайпать. Не как-то там япом заняться или еще что-то сделать. А теперь смотри, зритель. Какая мерзкая хренотень. Я хотела ее на телефон сфоткать, но решила, что можно на камеру приблизить. Ночная мерзкая хренотень. Вот скажите мне в комментах, ну, допустим, есть легенда, что дневные бабочки пыляют цветы. А что делают ночные гады? Помимо как в окно стучатся, пугая человека. Давай днем фокусировку камера. Сейчас проехал трактор туда и обратно. Туда не поняла, что делала. Обратно вроде как будто бы фейховую траву срезал с дороги. Что-то сегодня дофига тихо, детей вообще не слышно. Машина у соседей у Финтерила. Видимо, она совсем. Хочу сейчас прогуляться, узнать, вообще что в деревне делается. Вот только я подумала, что детей нету. Правда, какой-то чувак. Ашалаева. Чем узнала я, я все время просто забываю, насколько автобус идет. Обедишь на эту улицу и завтра днем приеду. Успею на почту. Сейчас, конечно, солнышко вышло. Но чисто я сюда ехал вот так вот тестово. Я на четыре. Так, в принципе, и получается на четыре ночи. Что-то у меня такой диссонанс. А у меня, оказывается, все легка приближено было. Вот береза валяется. Не могу никак сообразить, что сейчас может расти, а что нет. И то ли кипрея вообще как бы... Ну, в прошлом году он весь какой-то болючий был. В том году его как-то практически нету. Даже там, где раньше был. Стабильно был, даже когда был болючий. То ли сейчас просто еще, скажем так, в каком-то плане не сезон. Потому что вчера в одном месте видела кипрей. Но он был как бы еще вот только на зачаточном состоянии. Слишком молодой. Хотя вот у поворота наездки на дороге. Там есть кипрей, как обычно. И даже некоторые цветет. Но он у дороги. Не то чтобы там супер такое движение. Но все же там пыльно. Ну и как-то там-то точно не будешь ничего снимать. Собирать. Ну а это у нас Шалаева. Куда я в прошлом году ездила с экшн-камерой и фотокамерой Сони. Бабочки тут летают всякие. И здесь вообще что-то как-то не пролазно. Коров я нигде пока не видела. Но пока еще и не узнала у местных наших обывателей. Пасут в этом году или нет. Ну и что-то тут не косили. Я надеюсь, что в июле все-таки схосят. Хотя бы там, где раньше каждый год косили. Можно будет туда хотя бы по проезженной части уже пройти глянуть. Может и так там с той стороны терн. Может еще что-то интересное. Раньше малина была. Но она уже года два может как высохла. Еще в прошлом году уже практически никакая была. Ну и здесь тоже. Как там уже кто-то пару раз проезжал. Ну как-то. Вот буквально выходило солнышко. Было тут не то чтобы жарищем. Довольно теплое. Я сняла свою фрошевскую кофту. Деревенскую уже. А сейчас уже солнышко зашло облачко. И снова как-то полупрохладно. Я хочу сейчас доехать до перекрестка. С которого мне завтра с котом и терешкой уезжать. Ждать автобуса. Собрала немножко ромашки. Вообще я решила для себя вот уже именно в этом году. Так-то в принципе. Раньше как-то переживала. Если что-то не успела собрать. Или еще как-то. У меня этого нету. Или закончилось. Или совсем чуть-чуть осталось. Так как у меня сейчас нет заказов. В принципе уже давно. Вообще как бы нет заказов ни на сборы трав. Ни на что-то. Домашние косметики с составом. Непосредственно этих трав. То я решила собирать. В небольших количествах. Лично для себя. У меня есть какие-то сборы еще прошлого года. Чтобы допустим на окачивание головы. Все еще велик соседа. Я его сегодня кстати видела. Пешкодралом. В районе деревни. Ну еще это можно сказать территория района деревни. Деревенского района. Масеевского района. Короче. Решила собирать просто так. Небольшое количество разных трав для себя. Если какие-то вот. Ну не получилось у меня видимо с васильками. Но что-то у меня немножко есть василька. То. Вот чисто. Для себя. Если кому-то вдруг приспичит что-то. То. Ну. Втридорога. На самом деле мне еще. Мой близкий родственник сказал. Что я совершенно неправильно делаю. Что надо учитывать. Не только сколько допустим. Стоят все эти материалы. А то один товарищ. Бывший подписчик. Говорил. Ой да без ценок. Что тебе. Все равно ж ни хрена не делаешь. Но еще. В общем. Умножать это на два. Ну. Типа как заработку. Ну да. А то я такой слегка лох был. В принципе слегка лох и остался. Короче говоря. Если вдруг кому-то что-то приспичит. Ну. Значит сделаю из того что имеется. А. Да. Даже тут допустим. Какой-нибудь чайный сбор. Травяной. Просто себе буду оставлять. Кусочек на пробу. Ну. Это если уж действительно. Вдруг кто-то что-то захочет. А так. Чтобы. Не было перебора. Ну. То что допустим. Какую-то часть мне надо. Того же короставника. Такая тут. Вчера. Позавчера собрала. Вот лично мне. Допустим. Для тоника для лица. Его вполне хватит. За глаза и уши. Ну. И может быть. Даже не на один тоник для лица. Даже. В исключительном виде. В какой-нибудь. Сбор. Травяной. Потому что. Он тоже. В принципе. Если его там. Пить внутрь. Он конечно. Горьковатый. Но. С определенными травами. Горечь это будет. Притупляться. Тут кстати дом. За этим. За всеми этими. Растениями. На самом деле. Ну. И там. Овечья ферма. Или лошадиная. Овечья ферма была. Когда-то. Кстати. Люди. Которые мне вчера попались. Когда я. Ехала. Вечером. На велике. Я вот не поняла. У них была. Какая-то такая. Прилично. Большая собака. Но она. Мимо меня пробежала. На мое счастье. Видимо. Все таки. Более меня. Собака. Чем. У наших. Соседей. Потом. Два человека. Было. На каком-то. Такой. Между мотоциклом. Трактором. Мотоцикл. И. В прицепе. У них было что-то. Как допустим. Камни и лопата. Или как картошка и лопата. Лопата поверх картошки. Но я даже не знаю. Где они сейчас этой картошки накопали. Или что это такое могло быть. И они. Как бы не местные. И те. Кто распиливал. Агата. Все таки. Ферму изнутри. Продолжал. Тоже были не местные. Как то вот. Учитывая что еще вчера была женщина. Хасайна. 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 Ты дома? Хасайна. На машине. Копейки белая. С прицепом. Где. Ржавая. Совершенно. Лодка была. Собирала. Металлолом. Причем. Я потом уже обнаружила. Что у меня. Каких то. Совершенно. Уже. Ржавых. Металлических. Фиговины. От бывших когда-то. Парников. Но она уже свалила. И. Очень мне нравятся такие люди. Им скажешь один раз нет. Но они. Не понимают этого один раз. И два и три не понимают. И она. Мне. Ну может остался. Где самовар. За любые деньги куплю. Думаю. Где хоть тут самовар. Самовар был. Но. Ушел куда-то. Меня вообще не спрашивали. Хочу этот самовар или нет. Ну в общем. У меня уже года. Года два или три. Периодически подмывают. Купить себе на озоне. Самоварчик. Хотя. С другой стороны. В принципе. Куда он мне. У меня есть и чайник. И. Чай. Чайники. Заварочные. И. Особо. У меня сейчас. Как бы. Никто не тусит у меня. Как допустим. Раньше. Но. С другой стороны. Те. Которые. У меня раньше тусили. Их друзьями. Можно назвать. С очень большой натяжкой. С большими кавычками. Потому. Что. Все. Кто у меня. Когда-либо. Тусили. На механке. В той квартире. Некоторые. До сих пор. Со мной не здороваются. Делают. Откровенно говоря. Ведь. Что они меня не знают. При встрече. Хотя. Я знаю. Что я ни хрена не вижу. Могли бы просто. Молча проходить. Ну. Вообще. Прилично. Мне всякие пакеты. Делали. По жизни. После этого. Хотя. Типа. Мы. Друзья. 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 Распилила. Распилила. Фирму. Изнутри. Я думаю. Сегодня. Может. Уже завтра. Ничего не буду писать. На камеру. Потому что. В 12.15. От Углича. Отходит. Автобус. И. В 12.40. Я скорее всего. Уже. Выползу. Ибо. Как бы. На легкер. Я бы. И дошла. За 15-20 минут. Но. У меня будет кот. С тережкой. И. Лучше подождать. Чем. Потом. Возвращаться. И. Возвращаться. И. И. Идти. Уже. На. Вечерний. Яблонька. Специально. Развернулась. Чтоб. Удостовериться. Яблонька ли. Ну. Конечно. Малюсенькая. Чесненькая. Возвращаться. Можно будет. Яблочков. Собрать. Посушить. Слежие следы. Не знаю. Отсюда. Верили. Товарищи. Копатели. Или нет. Мне туда ехать неохота. Откровенно говоря. Я. Уже. Где-то часа полтора. На велике. Катаюсь. Дорога. По круговой. Заехала. По пути. Где-то. Словила. Сеть. Немножко. Что-то загрузилось. Что-то нет. Пришлось. Даже. Пост. Ставить. Для тех. Вот. Ладно. Это. Какие-то. Есть люди. Непродбиваемые. Которые. По сто раз. Уже. Наверное. За несколько лет. Говорит. Что у деревни хреновая связь. Сети. И так далее. И что интернета практически нету. В этом году интернета что-то как-то сгодят. Каждым годом интернет все меньше и меньше. Хуже и хуже. Все меньше метр его можно словить. Но. Ну. Я не понимаю. Ты говоришь человеку. Я вот такого-то числа уеду. Меня в городе не буду. Мне пишут. И спрашивают. Буду ли я дома такого-то числа. Чем человек. А сейчас лучше. Блин. В шампале я сейчас засниму птичек наших. Если повезет то вместе с птичками. Если нет то только гнездышко. Вот кошак. Он гулял пока я гуляла. Аж два часа. Очень хотел видимо покушать. Мышек то нема. Хоть я и подметала. Но сейчас уже меньше перей их нет. Только говно немножко. Это видимо бывшая скатерть. Которая ну как бы покрывает совсем стол. И вот. Сейчас постараюсь найти этих птичек. Гнездо точнее их. Вот и гнездо. Как бы там пальцем надо показать. Короче вон то гнездо. Сегодня видела вообще как птички. Не знаю. Может они уже вылетывают. Как то они тут так летали по крыше. Одна что то говорила. За ней вроде как что то прыгало. Может быть и они. Может не они. Но они по большей части с утра и ближе к вечеру. К ночи. Голоса подают. Не то чтобы конец. Потому что до конца дня еще прилично. Щас узнаем вообще сколько время. Вот мы её лобузы вчера. Я чай не беру. Внезапно даже не пить, не есть Не охота как-то Вот у нас 33 минуты Ну да В 2.29 я отъехала Сейчас у нас 33 минуты Я вчера собрала землянички Очень мало Самой земляники ягод Ну как бы незрелые Из тех, что я видела Но вообще ягод мало, сука Маленький бонусик В конец Сейчас уносила помойку И обнаружила Ну кое-где на орешниках Вот этот орешник Есть орешки Вон та рябина Жила в прошлом году и морозом прибила Ягод вообще не было Ну вообще на рябине в прошлом году ягод не было Красной Вот часто они в принципе есть Ягоды На сливе, в которой в прошлом году 4 ягодки было На 2 куста Я пока не обнаружила Но она очень хорошо цвела Ну может это я отсюда не вижу Можно специально как-то приглядываться Но из-за чего я вдруг взяла камеру Да, вот здесь я тут находила Натоптала В следующий раз приеду Уже в рукавицах В перчатках Куплю специально эти тряпочные Буду выдирать Ну или резиновые Как в прошлом году Как я там Как я там Крапиву Чтобы как-то можно было К другим нормальным растениям подобраться И еще буду выдирать Полы Потому что она практически как крапива Короче говоря Вон там дерево 2 или 3 штуки Или куста Оказалось это слива И рядом коринка И на коринке очень много ягод И я очень надеюсь Что в этот раз Они не больные Она вечно чем-то болела Последние лет 15-20 И птички Если будут кривать То наверху А еще самое важное Калина Которая в прошлом году Тоже очень сильно примерзла И не плодоносила И вообще вся калина такая была Вот на ней Первый раз вообще вижу В зеленом виде эту калину Ягодки кое-где есть Я думаю Что у тети Валина Маленькой калинке Тоже должны быть ягодки И за Гайроховским домом Которого уже 100 лет нет Короче Затем В том конце деревни С правой стороны Наверное тоже На калине будут ягоды И уже в конце сентября В начале октября Я специально Даже может съезжу Если здесь уже не буду ночевать Но вот специально приеду Собрать эту калину В общем вот тут Очень много этой Коринки Которая конечно Еще не зрелая И сейчас постараюсь найти Я думаю Что это все таки слива Вот плодик Вон там маленький плодик Это которое я видела Тут тоже где-то В общем на всех вот этих ветках Вот здесь вообще Их аж три плодика Вон там четвертый Пятый вижу И вон там по-моему Это все таки орешки Потому что вот Благодаря камере Я могу приблизить и увидеть А так стою Ну не было уверенно В общем Кое-где есть орешки И я очень надеюсь Что мне их все таки Немножечко хоть достанется В этом году И они если Созреют То не будут падать Как было в один год Что упали Где найдешь Ну и соответственно Я еще проверяла Как бы Есть ли завязи ягод На малине И вот действительно И не есть Даже на тех молодых Веточках Которые В этом году Я как бы Оставляла в живых Специально Ну как бы Не думала Что они там Бойдут И еще что-то Что совсем молодые Но они такие С ягодками То бишь Цвели Вот так Вот вам Немножко пчелок Тут у нас Десять ульев Но я не знаю На самом деле Все ли они С пчелами Потому что По-моему У нас зимой Два или три улья Склеили ласты Благополучно Ну в смысле Не выжили Но Вот Есть такое Тут Ягодки Ну и Может быть Не знаю Наверное Не буду Заходить Потому что Там-то Не протоптало Тут-то Я все-таки Протоптала Там вот То Дерево Которое Скорее всего Терн Ибо Ягодка Немножко Отличается Просто Отсюда Я его покажу То, которое Весной Цвело Я думала Что это Вишня Вот Вот Оно Так-то Оно Сливается Потом Светло Тут У нас Ёлка Сосной Одна Походу Дела Сосна Почему-то Склеила Ласты Высохла Видимо Чем-то Болела Или что С ней Случилось И у нас Еще На стыке Нашей Усадьбы В ямку Глажбинку Там тоже Какое-то Растение Не знаю Яблоня Слива Тернери Просто Что-то Такое Имитационно Похожее На эти Растения Вот так То, что там Повалилось Когда-то Был душ Но В силу Разных Особенностей Разных Организмов Он был Заброшен Наверное Еще При Предпоследнем Приезде Бабушки Предпоследнем Лете Когда Бабушка Приезжала На последний раз Была в 2015 Году Три раза За лето Вот Может быть В 2014 Потому что Если я боюсь Бабочек То Другие люди Боятся Других Животных Вот На этой полочке Вот На нее Уверичила Как раз Стояли Гели для душа Мочалка Висела Вон там Еще Как бы Полочка Из Большой Пластиковой Бутылки Пятилитровой Там тоже Как бы Можно было Гель для душ Поставить Или еще Что-то Вот оно Все еще Там осталось И раньше Здесь была Дверь Как бы Три двери Было В огород Еще изначально Когда мы Только дом Купили И вот этот Огород Огорожи Огораживали И там Мы входили Когда-то давно Еще До того Как там Сорудили душ Но Сейчас оно Все покосилось К сожалению Ну и душ Я раньше Принимала За этими Двумя кустами Сливы Как они Раслишь Не видно Было Сейчас там Разросли Деревья И можно Принимать Прям Практически У дома Так что Не видно Тебя будет Ни с какой Страны Ну и Теперь Скажем Так Сейчас где-то Шесть С чем-то Может быть Пол седьмого Времени Четвертый день Моего бытия Тут И я Выключаюсь Уже действительно До свидания Тем Ну кто осилил До конца